Они в теме современных танцев. Воспитанники танцевальной студии культурно-спортивного комплекса Назарьевский, а их около 80 человек, неоднократно доказывали это на различных конкурсах. Сегодня по плану репетиция, но сначала нужно отсканировать QR-код у каждого танцора и коронавирус здесь На моем телефоне установлено приложение Дома культуры. Я в него захожу, каждый день приходя на работу, открываю нужный мне день репетиции и дальше нажимаю сканировать QR-код. Встречаю деток внизу, каждый подносит мне свой телефон, у них свой QR-код, я его сканирую и здесь внизу высвечивается имя ребенка. И мама дома также видит, что ее ребенок пришел на занятия и прогуливает. Новая платформа dk.mosreg.ru заработала в регионе с 1 января. Ее функционал одним только учетом посещаемости не ограничивается. В этом убедился и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Мы делаем это для того, чтобы четко понимать, какими кружками, сколько людей, взрослых в каждой секции, в кружках появляется. Потом это обратная связь, мы можем информацию передавать. Можно, как вы сказали, электронным способом записаться на тот или иной кружок или занятие. Дети, у кого пока еще нет мобильного телефона, без QR-кода не остались. Родители распечатали его на бумаге и заламинировали. Это тоже очень удобно. Всего в Одинцовском округе 38 домов культуры, в них почти 600 клубных формирований. 94% тех, кто их посещает, уже зарегистрировались на платформе.